Я себя не вижу. 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 Итак, корни. Гар, гор. Гар, гор. Гар. 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 В корне КАС-КОС можно добавить еще букву «Н» в скобку, потому что в корне КАС-КОС пишется «О», если за ним следует согласный «Н». Вот почему я в скобках и указала эту букву. То есть наличие «Н» всегда подскажет, что в корне пишется «О». Ну, а в остальных, собственно, случаях всегда пишется КАС. Поэтому, в общем-то, особых затруднений нет. Еще один из разряда таких коварных корней – чередование клан-клон. Так, вот эти корни. Под ударение пишется та гласная, которая слышится, А без ударения – «О». Склониться – слабая позиция, поэтому пишем «О». Кланяться – естественно, слышна «А». Наклониться, поклон – это вот все слова из этой серии. В корне «ЛАГ-ЛОЖ». Сразу прошу обратить внимание на согласные. Так, перед «Г» пишется «А» всегда. Так, перед «Ж» всегда пишется «О». Предлагать – «Предложить». Здесь достаточно четкая система, и можно вполне на нее положиться. То есть, смотрим, какая согласная идет после гласной корневой. Следующие корни – «МАК», «МОК». Вот это уже другое дело. «МАК», «МОК». Вот они зависят исключительно от значения. То есть, что нам надо сказать или что нам надо записать под диктовку. Если слово имеет значение «погружать что-то в жидкость». Ну, например, перо в чернила, кисточку в краску, печенье в молоко. То есть, неважно. Мы какой-то предмет погружаем в жидкость. И вот тогда в этом случае будет писаться «А». Если нам говорится, диктуется или нам самим нужно написать слово со значением «пропускать жидкость», то вот тут будет второй корень «МОК». «Туфли промокают», да, то есть пропускают влагу, пропускают в воду. «Вымокнуть под дождем». Или наоборот, непромокаемый плащ, то есть он не пропускает в воду. Тем не менее, это корень «МОК». Еще хочу сказать о корне «ПЛОВ». Корень «ПЛОВ». Дело в том, что в корне «ПЛОВ» гласное может быть и ударное, и безударное. Например, «ПЛАВАТЬ», то есть там будет «А», «ПЛАВУЧЕСЬ», там будет «А». А вот этот корень «ПЛОВ», он пишется только в двух словах – «ПЛОВЕЦ» и «ПЛОВЧИХА». Других вариантов нет. Так, еще один корень, не очень удобный в употреблении – это корень «РАВН». Это корень «РАВН». Дело в том, что «РАВН» тоже ориентирован на значение слова. То есть, если нам нужно передать значение в словах со значением «РАВНЫЙ», «ОДИНАКОВЫЙ», «НАРАВНЕ», то тогда, конечно, будет корень «РАВН». И, например, сравнить два произведения, поравняться с попутчиком. То есть вот в этих случаях мы пишем «А». Но если нам необходимо значение ровной, прямой, гладки, то это будет корень «РАВН». Это будет корень «РАВН». Он в таких словах, как «ЗАРАВНЯТЬ», «РАВНЯТЬ», 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 еще раз повторю, значения «РОВНЫ», «ГЛАДКИ», «ОДИНАКОВЫ». То есть вот в таких значениях. Исключение по этим корням – слово «РАВНИНА». Слово «РАВНИНА» всегда пишется с «А». Так, ну и, собственно, остался нам еще один момент выяснить, вспомнить. «РАВНИНА» – это корень «РАСТ», «РОЗ». Вот эти корни. «РАСТ», «РОЗ». Пишется «А» перед сочетанием «СТ», вот в этих случаях, и плюс буква «Щ», то есть «СТ» и «Щ», то есть «РАЩ». Вот в этих позициях мы пишем «А». В остальных случаях пишется «О». «РАСТИ», «НАРАЩЕНИЕ». Вот в этих словах мы пишем «А». «НО» «ВЫРОСШИЙ», «ЗАРОСЛИ», «ПОРОСЛЬ». То есть вот тут, конечно, будет писаться «О». «Исключения». Вот у этого корня «РАСТ», «РОС», да, есть свои исключения. Это мужское имя «РОСТИ СЛАВ». Так, пишем «О», несмотря на то, что здесь «СТ». Название города Ростов. Такая же история. «СТ», но пишем «О». Слово «ОТРАСЛЬ». «СТ» отсутствует, но пишем «А». Так, и слово «РОСТОК». «СТ», но «О». Вот эти слова-исключения, которые выбиваются из основного правила, и, собственно, их надо запомнить. Ну и еще парочка корней, чтобы уже, так сказать, вас не перегрузить, чтобы это все-таки как-то отложилось и запомнилось. Значит, еще пара корней. Это «СКАК-СКОЧ». Значит, кстати, я хочу сказать, что «СКАК-СКОЧ» здесь тоже своя система. своя система, потому что перед «К» пишется «А», как вы видите, да, а перед «Ч» – «О». Вот, перед «К» – «А», перед «Ч» – «О». То есть вот такие особенности у этих корней. Например, «СКАКАТЬ» напишем с буквой «А». Ну, «Выскочил», «Подскочил» – это уже будет с буквой «О». Так, ну и в корне, значит, еще берем, еще берем пару корней. Это «ТВАР-ТВОР». «ТВАР-ТВОР». Так, «Под ударением» пишется «А», да, без ударения «О». «ТВАРЬ-ТВОРЧЕСТВО». Да, вот «Божья тварь» – такое выражение. «ТВОРЧЕСТВО», «ТВОРИТЬ». Вот это, соответственно, с этими корнями, да. Что вы творите без ударения, значит, соответственно, пишем «О». При образовании некоторых, так сказать, глаголов происходит чередование в корне звуков. Например, «опоздать», слово «опоздать», да, мы будем в корне писать «О». «Что сделать» – это глагол совершенного вида. Но в слове «опоздавать» – глагол несовершенного вида, да, мы пишем «А», но это сильная позиция, ударная, и ее хорошо слышно. Так, ну и следующий момент, который мы сегодня должны вспомнить. Еще одно чередование гласных в корне – это целая, так сказать, система корней, которые объединяются под одно правило. Так, ну вот такие корни, как «бер», «бир», «тер», «тир». Я все писать не буду, я думаю, что, в общем-то, про них, наверное, определенная информация есть, да. Они «пер-пир», «дир-дир», «мер-мир», «блест-блист», «стел-стил» и «жек-жиг». Вот эти чередования, то есть уже не «о-а», как мы говорили в предыдущем случае, а здесь уже чередуются «е-и». Так вот, в корнях с указанным чередованием мы пишем «и», если после корня идет суффикс «а». Например, «раз-би-рать». Так, вот он, корень «бир», и вот суффикс «а». Так, во всех, да? «От-ти-рать». Так, то же самое, корень «тир», суффикс «а», пишем «и». Можно себе как памятку взять, да, что если вы написали правильно подобное слово, легко себя проверить, посмотрите, получается «ира», читается имя «ира». Значит, вы можете быть уверены, что вы написали все правильно, потому что с буквой «е» там полная бессмыслица, и ничего, естественно, читаться не будет. Итак, «соберу», да, «соберу», «собираю», потому что после корня идет суффикс «а». «Раздиру», «блестеть на солнце» с буквой «е», и «блистать на сцене» с буквой «и», потому что после корня идет суффикс «а». «Сжечь», понятно, тут сильная позиция «е», «сжигать», слабая позиция, да, но мы видим суффикс после корня и с полной уверенностью пишем «и». В корнях с указанным чередованием пишутся «им», «ин», если дальше следует суффикс «а», то есть тоже такая же история. Это такие слова, как, например, «пожать», «пожимать». Опять от вида зависит, да, что сделать – «пожать», что делать – «пожимать». Несовершенный вид пишем «им», потому что после корня «жим» идет суффикс «а». «Понять», «понимать», да, и вот это слово «внимательный» – это тоже из этой серии, то есть тоже так же пишется «им», потому что дальше следует суффикс «а». в производных формах сохраниться «им», если даже без суффикса, например, «подниму», «сниму», «подними», «сними». Да, вот это «им», то есть оно, в общем-то, достаточно хорошо тоже сигнализирует о правильном написании. Так, ну, я думаю, что на этом мы блок русского языка завершим. Пожалуйста, ваши вопросы. Продолжение следует... Так, еще идут, печатают вопросы. Так, просят повторить про «им», пожалуйста, конечно, можно. Итак, в корнях с указанным чередованием, да, то есть «е-и» пишутся «им», «ин», если дальше следует суффикс «а». Пожать, пожимать, понять, понимать, вот это вот самое «им». Начать, начинать. Поэтому у нас вот эти слова «напоминать», «внимательный», они все имеют «им». И если про это помнить, то ошибки никогда не будет. То есть вы точно будете знать, что там пишется только буква «и», ничего другого. Итак, еще раз «им», да, «ин» – чередование «а-я». То есть у них чередуются «а-я». «Пожать», «пожать», «пожимать», «а-я» чередуются с «им», «понимать». Замечательно. Так, хорошо. Следующий наш блок – это литература. И мы с вами продолжаем сегодня разговор о древнерусской литературе, ну, чтобы уже идти в хронологической последовательности. И, естественно, мы идем дальше. Мы с вами в прошлый раз поговорили о древнерусской литературе XII века и останавливались более подробно на анализе слова о полку Игореве. А сейчас мы продолжим обзор литературы древнерусской же, но следующих веков. Итак, литература этого периода, начиная с XIII века, живо откликается на все события, которые происходят на Руси. Ну, из истории вы уже, вероятно, знаете, что это был очень сложный период для Руси, потому что нашествие татаро-монгол трагически для Руси завершилось тем, что в 1240 году был взят Киев. И над русской землей установилась татаро-монгольская ига, продолжавшаяся почти два с половиной столетия. И сожжены были очень многие русские города, хотя местные жители, так сказать, всегда с энтузиазмом их восстанавливали вновь. И вот ведущее место в литературе этого периода занимают повести, обращаю ваше внимание на этот жанр, повести, посвященные борьбе русского народа с татаро-монголами. То есть, если слово о полку Игореве – это половцы, вы помните, вероятно, то вот здесь уже речь пойдет о татаро-монголах. И самой замечательной повестью этого периода является повесть о нашествии Батыя на Рязань. Это примечательное художественное произведение древнерусской литературы, хотя… речь идет о 1237 году, хотя в первоначальном виде повесть не сохранилась. Ее текст дошел до нас в летописях не старше XVI века. Поэтому мы опираемся на вот эти данные XVI века, в которых, естественно, рассказывается о веке XIII, и представляют собой соединение нескольких рассказов, которые, очевидно, написаны были в разное время разными авторами, и потом уже были объединены в некий вот такой вот сборник. Несомненно, в основе некоторых из них лежат какие-то элементы устного народного творчества, то есть какие-то исторические песни, какие-то сказания, созданные народом. Значит, повесть о нашествии Батыя на Рязань относится к жанру воинских повестей. Это воинская повесть. Ее основная тема, понятно, борьба русских людей с врагами, в данном случае с татаро-монголами. И после слова о полку Игореве – это лучшая воинская повесть в Древней Руси, потому что очень эмоционально, очень сильно, вот так вот логически выстроено стремление русских защищать родную землю, не щадя жизни. И повесть, конечно, призывает к этому, что нужно проявить каждому русичу доблесть и отвагу и геройски, так сказать, идти на подвиг ради спасения Руси. Особое место в повести – это вот такое целое лирическое отступление – занимает рассказ о герое Евпатии Калаврате. Евпатии Калаврат. Автор рисует нам картину жизни Древней Руси. Кстати, тоже, как в слове о полку Игореве, говорит о раздробленности, что это очень мешает давать отпор врагу. И показаны взаимоотношения князей и дружины. Очень демократичные отношения. Князья заботятся о своей дружине, а дружина, естественно, ради своего князя готова на все. И о дружине повесть говорит вообще с очень большой любовью. Называют удальцами и резвецами, а также узорочьем. Узорочье с древнерусского в переводе означает драгоценность. Вот такой высокий эпитет дает автор, так сказать, именно княжеской дружине. Называют их питомцами рязанскими, которые абсолютно, так сказать, не задумываясь, идут и ради князя своего любимого, и ради Руси своей любимой, идут на смертельный бой. И здесь, в общем-то, показано нравственное превосходство русских дружин перед татарами. И, наверное, это связано с тем, что вот эта русская удаль, она поражает даже врагов, даже татар. И автор повести говорит, что, собственно, татары сами понимали, что одерживают победу только благодаря очень значительному численному превосходству. Потому что, так сказать, моральный перевес, моральный дух войска здесь, конечно, очень был высокого накала именно у русских дружин. Итак, Евпатий Калаврат, Исполин силою, как пишет о нем автор повести, он среди своей дружины выделяется как самый главный храбрец. И кроме того, что он просто храбр, он еще и великолепный тактик и стратег. То есть про эти его качества тоже говорится. Даже Батый, предводитель татара-монголов, который жестоко разорял русскую землю, воздает дань уважения своему противнику, и сетует, что в его орде нет таких славных воинов, каким является Евпатий Калаврат. Ну, собственно, он с малой дружиной вышел против несметного татаро-монгольского полчища. И, конечно, они были разбиты, потому что они в разы были численностью меньше. Но искусством ведения боя, но вот именно, так сказать, целеустремленностью своей защитить землю, они поразили даже своих врагов. И Батый отдает тело погибшего Евпатия Калаврата, оставшихся в живых его дружинникам, и отпускает их, чтобы они с миром, так сказать, похоронили тело такого героя. Ну и, конечно, дружина возвращается с телом погибшего Евпатия Калаврата, и автор показывает нам рязанцев, которые горюют, конечно, над этой потерей, но которые сплотились и решили во что бы то ни стало дать отпор врагу. Еще пару слов об этой повести. Она состоит из четырех рассказов. Четыре рассказа в ней. Вот так она композиционно выглядит. Значит, первый рассказ – это о приходе Батыйя к границе Рязанского княжества и посольстве к нему князя Федора. То есть к нему рязанцы отрядили княжеского сына Федора с такими дипломатическими переговорами. Но татаро-монголы жестоко расправились с посольством Федора. Все посольство погибло. И автор очень выразительно говорит, что город рыдал сутки. Одна фраза. Но за этой фразой стоит, конечно, многоцветие эмоций. И можно долго не описывать, а действительно достаточно было сказать, что весь город рыдал сутки. Второй рассказ, вторая часть – это о битвах рязанцев с Батыем. Вот об их мужестве, об их опыте военном, но, к сожалению, с малым соотношением количества войск по отношению к татаро-монголам. Третья часть – это непосредственно о Евпатии Калаврате. И четвертая – о возвращении князя Ингваря Ингваревича из Чернигова в Рязань, о похоронах убитых и о восстановлении им, вот этим князем Ингварем Ингваревичем, рязанской земли. События излагаются в хронологической последовательности, вот прерываясь только одной вставкой, как я уже сказала, такое лирическое отступление о Евпатии Калаврате. И повесть нам рассказывает о том, что Рязань не была окончательно уничтожена, рязанцы вновь отстроили ее, и такой финал, конечно, звучит очень ободряюще и говорит о том, что нельзя подавить силы русского народа. События хоть и кратко излагаются, но достаточно выразительно. Многие образы взяты из русского фольклора, из русской поэзии. Так, например, князь Юрий обращается к дружине. Дружина ласковая, узорочья и воспитание рязанское. То есть таково сравнение, очень такое красочное, битвы с пиром, потому что воины пьют смертную чашу и бьются так, что земля стонет. Находим здесь и отдельные выражения и образы, которые обычно встречаются в древнерусских воинских повестях. Например, что татары обезумели от такого натиска русских и в какой-то момент даже пали духом, а русские воины выхватывали упавшие рязанские мечи и секли ими же своих врагов. Ну, здесь понятно, конечно, повесть призывала к защите земли русской от врагов, восхваляла воинскую доблесть и героизм. Следующая повесть, это уже связано с Куликовской битвой, которая произошла в 1380 году, то есть это уже 14 век, и победа на Куликовом поле, как это известно из истории, она оживила патриотические настроения народа и вызвала большое количество посвященных этому событию произведений. Ну, о победе, понятно, писать всегда приятнее, поэтому эти произведения очень позитивны, очень эмоциональны. И вот лучшим таким произведением считается повесть «Задонщина». «Задонщина» так называется, потому что битва происходила за Доном. Повесть написана рязанцем Сафонией. Сафония звали его. Значит, Сафония был человек, судя по всему, достаточно просвещенный, литературно образованный, и он поставил своей задачей прославить организаторов победы русского оружия в Куликовской битве князей Дмитрия Ивановича и Владимира Андреевича Серпуховского. Как он пишет, автор Сафония, что нужно возвеселить русскую землю, взбодрить ее вот этой замечательной победой. Автор не скрывает, что во многом берет пример со слова о полку Игореве и берет оттуда, конечно, какие-то элементы, связанные с описанием битвы, с пейзажными зарисовками, он этого и не скрывает, потому что говорит, что слово о полку Игореве, конечно, прекрасный образец. И Задонщина создавалась в иную пору, чем слово о полку Игореве. Во-первых, к концу XIV века, когда повесть создавалась, уже стала довольно понятной роль Москвы как центра создающегося общерусского государства. И, во-вторых, в это время в государстве сильно возросло влияние церкви. Вот в Задонщине все это и отразилось. И здесь прославляется, конечно, единый московский князь, который объединил под Москву близлежащие земли, который, собственно, и является московский князь, организатором победы. Затем здесь, конечно, явно чувствуется, ощущается налет церковности, чего абсолютно нет в слове о полку Игореве. И, тем не менее, русские сражаются за землю русскую, за веру христианскую. Ну, и, конечно, прославляют победу русского оружия. В 15-16 веках наибольшее значение приобретает московская литература, то есть появилось вот такое название московская литература. Это объясняется тем, что Москва к этому времени стала политическим центром русского государства. И при князе Василии III к Москве были уже потом присоединены последние удельные княжества. Но, потеряв, так сказать, свою власть над своими уделами княжествами, бывшие князья, бояре, они сохранили свои вотчины, наследственные владения. И, конечно, они всячески противостояли единодержавной власти, которая считалась на тот момент довольно прогрессивной. И вот, собственно, противостояние бояр и единого московского князя и стало темой для произведения, вот, как я сказала, московской литературы. И, конечно, как видно из истории, ожесточенная политическая борьба между царем и, которого выдвинули бояре и посадили на трон, и защитниками самодержавной власти, да, и боярами, в общем-то, это дало повод для развития нового вида литературы публицистической. Публицистическая литература это очерки, как вы знаете, это и переписка, то есть, что сегодня мы бы назвали эпистолярным жанром. И, например, такой наиболее колоритной является переписка царя Ивана IV с Курбским. Князь Курбский это потомок удельных князей, защитник боярских прав и противник единодержавия. После одной из проигранных битв он бежал в Польшу. Переписка между ним и Иваном IV представляет собой очень непезинтересный материал не только с точки зрения политики, но и с точки зрения литературной формы, потому что эта переписка достаточно эмоциональна и выходит за рамки чисто деловой. В это же время в Москве появляются летописные своды и они собственно конечно действуют во благо во укрепление московского государства и появляется ну довольно таки известный сборник под названием Домострой. Домострой это сборник наставлений он так и назывался сборником наставлений он устанавливал правила поведения русских людей по отношению к церкви и царю а также в быту и в семье то есть строгий был устав поведения в 50-х годах 16 века в Москве начинается книга печатания и во главе дела был поставлен москвитянин Иван Федоров я вижу вопрос да можно ли где-то прочесть эту повесть конечно можно ее можно и в интернете найти и в специальных сборниках древнерусской литературы в адаптированном естественно варианте в переводе то есть совершенно достаточно легко она читается совершенно трудностей никаких нет так что и задонщина и повесть о нашествии Батыя на Рязань это все достаточно популярное произведение древнерусской литературы и в интернете они есть в жизни русского государства 17 век был достаточно бурной эпохой временем таких потрясений больших и это и крестьянская война под предводительством Ивана Болотникова это и так сказать воцарение на трон Михаила Романова в середине 17 века воссоединились с русским государством Левобережная Украина и Киев и постепенно восстанавливается и хозяйственная жизнь страны почему я затрагиваю вот этот исторический пласт потому что он конечно отразился и в литературе тоже литература развивается в тесной зависимости от общественной жизни страны и естественно все события они конечно так или иначе отражены но кстати хочу заметить что вот в 17 веке уже гораздо так сказать шире используется система тропов да то есть система средств художественной изобразительности и метафорическое и аллегорическое звучание текстов то есть научились создавать аллегорические образы то есть то что потом собственно и легло в основе тех того же жанра басен язык иносказания и вот среди таких произведений наиболее популярным является повесть о горе злосчастии через дефис оба слова с заглавной буквы повесть о горе злосчастии повесть ставит злободневную для того времени тему о родителях которые придерживаются старины живут по домострою и о детях стремящихся жить по своей воле повесть написана не прозой а стихом который немного напоминает былинный немного напоминает верлибр но конечно все отключилось но конечно мы видим что злободневная тема она разумеется в иносказательных образах значит что интересно что здесь показано изображение судьбы человека средних слоев общества вот это пометьте себе пожалуйста потому что это было новое в литературе до 17 века такие проблемы не поднимались а вот изображение судьбы человека средних слоев общества вот это как раз и появилось повести о горе злосчастье то есть речь идет о человеке который среднего так сказать такой средней прослойки социальной и который ищет своих путей в жизни хочет жить своим умом а не заветами отцов и ценность таких произведений заключается в том что они как раз и раскрывают противоречия эпохи и в принципе в них делаются попытки показать уже характер человека русский быт в определенных общественных условиях показать поведенческие особенности человека и уже не такой обобщенный собирательный образ а уже идет индивидуализация образа то есть каждому герою придаются какие-то ему свойственные вот только ему индивидуальные черты и среди светских повестей которых обратите внимание светские то есть уже без церковного налета как это было ранее очень стали выделяться и пожалуй занимать даже доминирующую позицию сатирические произведения и их много значит но я хочу остановиться на повести о Ерше Ершовиче сыне щетинникове повесть о Ерше Ершовиче сыне щетинникове чуть подробнее они это повесть относится к числу тех сатирических произведений которые были направлены против несправедливого суда находящегося естественно в руках государственного класса в повести высмеивается барский суд в суде разбирается дело о насильственном захвате чужой земли что было обычным явлением в начале 17 века то есть обратите внимание да актуальная тема берется за основу и действующими лицами в повести являются не люди а аллегорические образы рыбы вот эти самые рыбы представляют разные социальные прослойки судьями выступают рыбы господа осетр белуга и белая рыбеца истцом то есть просителем сынишка боярский лещ ответчик ерш маломощный то есть малоимущий и повесть рисует картину судейских порядков в московской руси лещ подает жалобу в суд на ерша который незаконно отнял у него вотчину ростовское озеро и картина суда дается сатирически высмеивается осетр большой боярин и воевода которому конечно нет дела до малоимущего класса он достаточно легковерный и мягко говоря не очень умный это не раз дает повод ершу ершовичу поиздеваться над ним пристав окунь просто примитивный взяточник ну и выразительно подчеркнут классовый характер суда и лещ и выставленные им свидетели это все представители богатых и знатных людей а ответчик ерш он бедный человек и собственно нетрудно догадаться что симпатии автора конечно на стороне ерша то есть в образах рыб автор сумел передать человеческие характеры подчеркнув классовую сущность и таковы особенно вот и осетр воевода и рыба мень это налим который богатый толстосум и понятные у него свои интересы слог повести производит производится на основании вот принятого в бюрократической судебной среде то есть это язык челобитных то есть язык прошений судебных бумаг пестрит выражениями принятыми в судебной практике и вместе с тем автор очень так легко живо пользуется разговорной речью и собственно именно разговорной речью он метко характеризует героев повести кстати повесть была наверное самым популярным произведением в демократической среде кстати не только в 17 веке но и в 18 веке она не потеряла своей популярности и так подобная же повесть Шемякин суд уже по названию видно что подобная же проблема поднимается в ней очень так хлестко били по несовершенству юридических законов поэтому многие специалисты и литературоведы и историки считают что на эти повести можно вполне опираться потому что они опираться в смысле каких-то исторических сведений каких-то исторических документов потому что они написаны что называется на злобу дня того времени так ну и еще немного информации в начале 17 века возникает и в последние третьи его получает широкое развитие распространения стихотворства вот стихотворство до этого стихотворений как так сказать рода литературы лирика не существовало стихи тогда создавались по так называемой силабической системе силабо это от греческого да это значит слог ну по слоговой системе я не буду очень душить вас подробностями этого скажу только что силабическое стихосложение имело три основных признака это обычно 13 11 слогов в строке очень очень редко встречалось 7-9 но чаще это 11 или 13 то есть строка стихотворения состояла из такого количества слогов каждый стих делится на так сказать паузы обязательно между ними это называется цезура пауза в стихосложении называется цезура и так сказать делится цезурой на два полустишие обязательно парная женская рифма то есть рифмовались соседние строчки и ударение падает на предпоследний слог скажу еще что стихи назывались тогда польским словом вирши и произведение это собственно произведено от латинского слова версус что значит стих и в 17 веке еще ко всему прочему кроме стихосложения появляется драма то есть 17 век он такой насыщенный по нововведению появляется драма и первым драматургом считался Симеон Полоцкий это учитель московской славяно-греко-латинской академии которая была учреждена в Москве и надо сказать что к образованию вообще повернулись лицом стали создавать школы уже не только в Москве но и в других русских городах во Владимире в Суздале в Рязани и в Москве вот как раз открыли славяно-греко-латинскую академию ну что касается литературного языка 17 века особенно последний третий его он конечно очень пестр и мы видим что здесь конечно влияние славянского языка то есть очень много славянских слов потому что авторы старых текстов были ориентированы все-таки на славянский язык а их брали за образцы поэтому и первые поэты наши древнерусские да и они в общем-то руководствовались этим этим нововведением и разумеется в новых так сказать формах стиха все-таки используются по-настоящему и стихи какой-то это не не это не это не это не н это Продолжение следует... 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 Продолжение следует...